Всем доброе утро. Всем привет. Всем привет. У нас время 5 утра. Мы выехали из Краснодара. С Красноярска, хотела сказать. Солнышко только-только начинает вставать. На улице прохладно. Погода шикарная. Так по целый день, да? Да, на улице прям прохладно. Так хорошо вообще обалдеть. Мы сегодня решили, да, отстать прям пораньше-пораньше и выехать. Ну мы так и будем примерно вставать часов в 5 утра. Самое оптимальное такое время. Как раз нету фур, только легкомушки ездят. Мы хотели в 4 выехать, но еще было темно просто, поэтому мы не поехали в 4. Пока там чайку попили туда-сюда. А еще момент такой, что мы вот из Краснодара выехали сколько? За 20 минут, за 15 даже. Да-да. И пробок ничего нету. Прям красота вообще. Мы решили ехать обратно тоже по платной дороге. И сегодня мы не учли такой момент, что сегодня пятница. Капитал шоу Поле чудес. Пятница, суббота, воскресенье стоит дороже. Короче, смотрите, мы ехали в будний день, стоило 300 рублей, а сейчас стоит 370. Ну на разных участках по-разному стоит. Ну да, где 200, там 270. Сейчас вот мы заехали где 100, и тут почему-то 100, а не 170. Ну удивительно, да? Удивительно. А может быть здесь раньше было 70, а сейчас соточка просто? Нет, 100 было. А там, кстати, да, было написано, что в будни, не в будни, там не важно, короче, сотка. Поэтому здесь как-то... Они что, разным фирмам принадлежат? Короче, по платной дороге надо ехать с понедельника по четверг. Пятница это тоже выходной, кстати говоря, у них, но не у нас. Да? Да. 100 рублей. Максим у нас, кстати, спит. Время у нас 7.47. О, это она сейчас вообще миллион заплатит. Огромный. Интересно, так сколько он заплатит. 100 рублей. Вот. Опа, до свидания. До свидания. Всё, до свидания. Поехали дальше. По платной дороге едем дальше. В этот раз мы учли момент. Мы, ребята, не будем сворачивать с трассы. Если даже навигейшн нас будет вести как попало, где-то там, через какие-то кусты. Мы уже знаем, что так делать нельзя. Поэтому будем дальше двигаться по трассе. Просто, видите, вы пишите нам, типа, едьте вот здесь, там вот так, вот так. А мы просто смотрим на карту. Ага, это как? То есть, ну вот так, типа. И поэтому просто включаем навигатор. И вот по зелёненькой просто едем и всё. Ну, главное, чтобы с трассы не съехать. Вам просто, видите, пишет нам, типа, вот здесь ехать. Мы поэтому здесь едем, чёрт его знает. А если мы здесь поедем, мы, ну, приедем куда надо или нет, как бы, да? Поэтому приходится вот так ехать. Так, гонки продолжаются. Да, машин стало уже значительно больше. Где-то после семи утра начинают выезжать все. Все. Вообще все. Что вот, кстати говоря, что после обеда, что после семи утра, по-моему, примерно, да, что-то одинаковое, да, такое. Ну да. Нет, после обеда, я думаю, тут ещё хуже. Я вот, знаете, что заметил, вот на этой дороге на платной, вот реально, вот, ну, ограничения же есть, да, 90, ну, 110 ограничений есть. Просто все едут, знаете, вот, ты когда, здесь же две полосы, ты когда съезжаешь в правую полосу, и вот, знаете, это то же самое, что вот на трассе, когда ты съехал на обочину, да, тронуться тяжело, потому что, ну, все же летят. И вот то же самое здесь выскочить в левую полосу, потому что в левой полосе тут летит просто кто сколько может просто, вот, 200, значит, 200, да, кто-то шагает. просто смотришь вот так вот едешь там разрешенная скорость там 110 вот едешь 110 по автостраде и просто тебя у того-то может сколько он едет просто вообще да вот так вот в левой полосе представляете люди едут туда вообще здесь какие-то реально вот так вот фуру хочешь обогнать и вот так вот смотришь в зеркало и блин выскочить получится ты едешь да тоже там сотку да там больше думаешь так чего выскочить получится мы решили заехать на заправочку еще и пробка такая огромная здесь и из машины выстроилась на заправку ну я смотрю что мы можем вот так вот наехать ох 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 ну вот так вот опа ну чё себе ты какой а так не работает глубоким сном время у нас уже восемь тридцать три сколько мы проехали километров уже триста наверно до 305 как я угадала до вчера за целый день мы столько проехать на сегодня вот полдевятого утра столько же проект за два с половиной часа да это конечно вообще но вчера было вообще что-то мы едем уже достаточно долго у нас модных очках кстати ребята вот спрашивайте почему очки си не берете но честно вот я и помощь говорила я не ношу очки ну то есть мне не нравится неудобно но не люблю короче а сейчас просто макс такой перед да и ну на галате очки я грунт давай вот я и хотел едем через реку дон вот она река кстати здесь же в ту сторону ехали в этот раз мы поехали через богучары да да по другому машу из богучара на свой отрас навигатор повел видимо послушал вас по нормальной дороге двухполосная дорога была в одну и другую сторону было достаточно очень удобно и вот мы доехали и опять мы едем по каким-то селом да непонятно это единственная дорога что ли будем ехать снова через новых оперск где мы ночевали но в этот раз мы скорее всего поедем дальше смотри сколько рыбаков такой же рыбак ничего себе там раз два три четыре удочки можно было бы остановиться так то вот макс хочет рыбачить а видишь здесь камыши это возле берега на лодке надо ну а с лодки с собой нет ехали ехали тут прям арбузы на поле растут ну тут продают сейчас мы покажем все сейчас мы вам покажем все так главное все аккуратно выполнить открой открыто у тебя проходи смотрите сколько арбузов много а вы прям можете сорвать любой да 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 ребята вот мы вошли с женщиной вот с этой на поле нам сейчас прям с поля сорвут арбуз сейчас нам выберут вкусный 30 рублей килограмм стоит прям вкусный вкусный сейчас нам выберут прямо прямо на и свежайший вот здесь не выжил это 돌щинит это значит свежий но это значит ну спел не так как бы вот прямо сейчас прям наисвежайший арбуз будем кушать все мы купили даже вот видите сок еще идет вот прям вот прям прям с поля сорвали наисвежайший арбуз я такого я вот еще доедаю я такого ни разу не ел что прямо там с полем поехали есть арбуз еще здесь же рядышком пятерочку мы зашли нам нужно купить воду арбуз нам уже не надо так вот вода это детство 59 а там по 90 будет ну да вот так вот так тут детская не пойдет по 100 рублей сейчас найдет нам да мы сейчас возьмем все макси тяжелые запаха 124 страты взял в воду какую-то дорогую потому что дешевую все разобрали все-таки пришлось нам эту воду брать потому что другой нету за все четыре все разобрали и еще вот такую взяли дозированную минералочку я уже второй день хочу холодненькой минералочки осталось еще шоколадочку возьму сникерс можно за 59 уже можно взять еще осталось макса найти вот они подсолнухи поспели когда мы сюда ехали ничего были маленькие обратно уже не знаю достань семечка они должны быть сзади желтенькие ну вообще он готовый потому что листики видишь сухие я думаю от одного подсолнушка не убудет у них все надо его почистить ой как запахло подсолнухом на подержи макси такой аромат он большой макс хотел очень сильно подсолнух короче ребята я наступил на муравейник нечаянно похоже что не знаю может быть и нет муравьев в машину затащил думаю чё по мне ползет смотрю еще ползают еще такие огромные ага а я потом вышел из машины посмотрю а их тут короче куча 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 ползает просто в общем муравьев я всех выгнал вроде бы а то чтобы они мне не помогали на педали нажимать ну и все что полетели я знаю специально для этого и одеваю вот сейчас мы поедем дальше собирать урожай потому что мы ехали в ту сторону мы просто ехали в ту сторону когда туда мы приглядели урожай вот арбузов правда не видели потому что мы ехали по ночи кстати можно было арбузы тогда набрать полную машину знаешь как вот четверки грузят да вот и ехать в краснодар за полтос их просто толкать сказать свежие из поля свежие свежие ворованные да прям там нам просто мы когда ехали до кукуруза была чувак продавал кукуруза говорю свежеворованная кукуруза короче вкусно право такая была прям реально кому-то вот ворованную знаете мы заезжаем воробьевский район будем сейчас брать кукурузу здесь смотрите сколько кукуруза много тут еще покосили специально для нас смотрите сколько много ну пойдемте по быстренькому наберем мы решили прямо возле дороги не собирать отошли чуть-чуть подальше сейчас немножко мы собираем и пойдем машину а потом будем ее варить до которая совсем еще малютка некоторые прям хорошие выбрались мы из пустов с одной стороны смотрите кукуруза растет другой подсолнухи короче набрали вот такой вот кукуруза мощный поехали урожай собрали в этом году получается все же собрали все уже собрали в чем не собрали так ребята мы съехали с дороги ну это не так нас повел навигатор просто мы хотим остановиться возле речки вот и пообедать уже пора время у нас уже два уже три часа даже вот у нас мы перекусываем всякими вафельками хлопьями там такой всякой ерундой семечками но уже хочется нормально поесть поэтому мы сейчас я надеюсь найдем хорошее местечко остановимся и хорошенечко покушаем у нас же еще арбузик есть мы решили здесь остановиться это заново хоперска река хоперск называется или хопер как-то там так фоперска наезжена дорога дорога вообще прям наезжена наезжена я бы сказал тут у нас развилка получается да я думаю можно сюда проехать что там никого не было еще нам больше ничего не важно здесь я смотрю шашлычки-то жарят чтобы люди да на всех реках шашлычки жарят не хочется ехать вот по той дороге можно такая вот речка с той стороны пляж там даже люди купаются загорают здесь вот такой вот спуск к воде ступеньки до ну тоже можно сказать пляж кстати чистая такая река не знаю надо посмотреть там походу глубоко вот здесь вот вроде не глубоко там дальше что-то как-то темно на той стороне купаются люди а на этой никто не купается ну местечко классная теплая вода это что было а рыба то что упала с дерева это рыба она под водой вот так пролетела это рыба да ну да что-то с дерева упала максим да ну не придумывай ой а чё это такое там ракушки какие-то смотри вон валяются а что вон и вон они везде повсюду ракушки потрогаем там какие-то коряги плавают и вот оттуда мы приехали вот по этой дороге ехали по мосту потрогать песок который там он не как болото какую-то ой вода какая теплая классная можно купаться даже наверное потому что кто-то живое ты это самое с дерева упала наверно да пойдемте макс хочет рыбу ловить не знаю есть здесь рыба или нет непонятно у нас там просто машина открыта пойдемте пойдем а я буду кушать готовить здесь я тоже уже о мам приметила себе местечко что а я буду наверное в тенечке вот здесь вот можно разместиться коля с максом уже там что-то рыбачат ну и чё вы тут поймали что-нибудь я наверное сейчас куда-нибудь вот сюда в тенечек приду и буду готовить такая полянка прям шикарная вообще напротив пляжик прям люди купаются купаются там наверно классно вообще с той стороны там песочек такой надо почитать тут вообще рыба есть или нет это может тут рыбы нету а а а сегодня у нас на обед будут макарошки с тушенкой водичка уже нагревается скоро уже закипит у меня тут уже все готово такая вот вкуснятинка у нас сегодня на обед сейчас буду всем раскладывать по тарелочкам всем кто тоже кушает всем приятного аппетита макс пробует закидывать удочку кидай 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 смотри сколько у нас не много видишь ты закручивай как поплавок уже мы в общем остановились кафе Ани так и называется просто Ани кафе работает 24 часа ну там только пол шестого что ли да не работает а так работает круглосуточный кафе и вот там вот дальше там отельчик отельчик небольшой я вот не могу понять заправка здесь что ли смотри АИ-95 АИ-92 робо ТАСС какой-то ДТ 50 ну может быть сейчас покажем вам номер который мы сняли забронировали мы его заранее где-то за час не знаю можно ли сказать что это заранее ну в общем нашли мы где-то за час этот номер приехали тут еще свободных полно но нам сказали чтобы машины ставили поближе потому что будет полно машин но сейчас начнет темнеть и все как обычно начнут искать где же им остановиться да а куда я пошел да вот мы зашли в дверь и вот такой вот небольшой здесь номерочек просто одна большая кровать ну мы все втроем на ней сто процентов поместимся вчера мы спали все на разных сегодня будем все на одной спать вот такое теплое покрывало да душ, туалет в общем раковина все здесь имеется вода горячая есть поэтому классно за этот номер мы отдали две тысячи есть кстати телек который мы кстати не смотрим вчера да это очень важно кондиционер тоже есть пульт на веревках все что нужно в общем все есть будет у нас специальные подставки да в общем мы будем тут располагаться сейчас сегодня девятьсот пятьдесят километров ну это с учетом того что мы останавливались часто то кукурузу набрать то арбуз купить то покушали мы да плюс еще время у нас перескочило на час вперед да 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 Продолжение следует...